История с хорошим финалом. Самарские врачи спасли глаз и зрение ребенку. 11-летний Саша вместе с родителями приехал в деревню к бабушке. Мама косила в огороде траву триммером. Мальчик подбежал к ней и почувствовал, в глаз что-то попало. Мы сразу поехали уже обращаться в травмпункт Шигоны. В Шигонах нас посмотрели, сказали, что вам срочно нужно ехать в Сызрень. Мы тут же поехали в Сызрень. А в Сызрень нас посмотрели и сказали, что срочно госпитализация Ярошевского. В Самарской больнице мальчика уже ждали. В неотложном отделении Сашу принял хирург Михаил Артемов. Он же провел операцию. Установлен диагноз проникающее ранение роговицы. Это один, ну вообще травмы ранения, это одни из самых тяжелых состояний в офтальмологии. Необходимо ранение обрабатывать, то есть проводить первичную хирургическую обработку и ушивание раны. Мы с ним поговорили, он оказался довольно смелым молодым человеком. Решили делать операцию под местной анестезией. Операция длилась около 40 минут. За это время было наложено примерно 7 швов. После этого Саша прошел дополнительное лечение. На днях его выписали, а через несколько месяцев ему снимут швы с роговицы. Но под наблюдением врачей мальчик будет находиться минимум год. Сейчас у Саши послеоперационный астигматизм. Поврежденный глаз видит не совсем четко. Видит очень так, размыто. То есть там фонари, для меня вот так все размыто. Двумя глазами то видно хорошо. То есть буквы могу сказать. Врачи говорят, что это совершенно нормально. Скоро зрение полностью восстановится. Послеоперационный астигматизм – это явление нормальное после таких операций. И зрение, оно сразу же, скажем, не останавливается, то, которое было, скажем, до травмы. Поскольку целостность глаза нарушена и поверхность глаза, она уже не является такой ровной после травмы, как была до травмы. И поэтому, в общем-то, мы сейчас ожидаем время, когда мы снимем швы через 3-4 месяца. И после этого уже будут следующие этапы лечения. Успех лечения ранений и травм глаза зависит от своевременного обращения пациента. В случае Саши все сложилось наилучшим образом. В данной ситуации очень приятно, что все все сделали правильно. Быстро приехали, быстро правильно провели первичную хирургическую обработку, быстро, хорошо, правильно провели лечение, адекватно наложены швы. Врачи больницы имени Ярошевского призывают родителей не оставлять детей без присмотра во время летнего отдыха. Рекомендуют разъяснять правила поведения во время игр на улице и обеспечивать безопасность во время дачно-садовых работ. Елизавета Прокопенкова, События. Продолжение следует...